привет меня зовут светлана сегодня 15 января 22 года и вы на моем вышивально-развлекательном канале видео на котором посвящены моему любимому хобби вышивки и чтения хочу разнообразить друзья ваше время проведенное за вышивкой при помощи подачи информации которую я считаю интересной первая часть выпуска традиционно будет посвящена вышивальным итогам недели а во второй части видео наш клуб любителей прогуляться по страницам загадок средневековья вновь распахнет свои двери сегодня друзья мы совершим поход в могущественную империю образовавшуюся от орала до персидского залива от индии до армении цель нашего путешествия тайны вокруг тимура великолепного великолепный тимур после чингисхана и александра македонского пожалуй самый выдающийся правитель евразии имя его до сих пор приводит в трепет еще при жизни вокруг облика и деяний тимура сплелся такой крепкий узел противоречий что разрубить его сегодня уже не представляется возможным даже в историю он вошел не под одним из своих имен тимур тамербек а под прозвищем которым наделили его враги из-за хромоты хромой тимур тамерлан и с тех пор мы величаем непобедимого эмира оскорбительной кличкой тамерлан но пока вернемся друзья к первой части нашего видео хочу коротко напомнить я вышиваю картину которая называется любимая мелодия по схеме для вышивки которую разработала творческая мастерская артель белый кролик которые в свою очередь схему разработали по картине известного итальянского художника евгению эдуардо зампиги который в своей творчестве очень любил изображать быть простых людей размер схемы 576 на 420 стежков схеме задействовано 200 цветов 102 из них бленда я друзья вышиваю крестиком в два сложения нити на 18 аиде да на конве аиде 18 каунта и так друзья вот перед нами превью если мы разобьем картинку на три части по вертикали то я заканчиваю вышивать первую левую часть одну треть картины и находимся мы уже с вами самом низу ну не у черты еще не у крайней черты но стремительно к ней приближаемся уже наметился у нас сосуд для питья наших курочек вот ну давайте перейдем непосредственно к вышивке итак друзья я постараюсь вставить картинку верхний угол правый или левый чтобы вы видели как выглядела вышивка на начало вышивальной отчетной недели как выглядит сейчас то есть наглядно как продвинулась картина и так за прошедший вышивальный период мне удалось выше 4400 крестиков 464 если быть точной до в общем сложности выше то 38 и 7 процентов картины вот она с джузеппе гармонь видна розочка ее длань свисает уставшие пеструшка вся бегает по делам вот она ей никогда фантазировать как нашей хамеле по поводу кувшинчика и в бесконечно маскироваться под него у нее такие приземленные задачи она знает ей нужно кормить семью поэтому никакого романтизма а вот хамеле наконец-то я думаю возьмется за разум перестанет маскироваться уже в конце концов под кувшинчик хамеле мы все уже прекрасно тебя видим вот идут твои границы вот девочки хорошо здесь немножко оттянили и мы видим дно кувшинчика все голубушка не удастся тебе больше от нас скрываться да хорошо проработана мне нравится как схема оперение у наших девочек прекрасно пушок мы видим пушок настоящий мягонький пушочек да ну что друзья как вышивалась все как и предполагается в многоцветках не нужно обольщаться что здесь идут серые плиты и будет все просто легко и быстро отнюдь здесь тоже все пестрит многоцветиям и сиреневым и голубоватым и сероватым и зеленоватым в общем все 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 не заскучаешь но ничего все мы закончим все выщем как мы знаем что дорогу осилит идущий поэтому все мы выщем все сделаем нормально справимся да вот она ряба удивленная все еще ну пока с нее спрос не велик пока она не совсем готова мы помним да сказку про рябу курочку пропиаренную золотое яичко которое она снесла и только мышка смогла разбить и тоже сказала мы ждем от тебя подобного и для наших героев и не надо мне рассказывать что это маркетинговые уловки что она не она что там какой-то смысл разберемся и со смыслом и с уловками и с маркетологами вот так нашему джузеппе башмачки нужны новые голубушка вот такое да я люблю эту картину мне нравится результат хорошо высветленно мне нравится как очертание всех деталей ничего не расходится не расплывается пиксель не разбивается все четко и понятно здесь девочки затемняют со стороны где падает тень здесь немножко высветляют все как должно быть молодцы ну вот так друзья осталось всего ничего сто сорок восемь тысяч триста шестнадцать крестиков и картина будет полностью готова но на данный момент меня радует уже то что вот друзья раз два три триста стежков вниз и все там дальше уже конец полностью третья часть будет финишировать у нас и стартанет вторая часть вот так что не может не радовать на друзья немножко подсел голос у меня корона им наш дом пришла ну такое боремся ну все друзья пора переходить ко второй части видео в средневековье я по обыкновению постараюсь вставлять картинки смена которых будет сопровождаться звуковым эффектом для вашей простоты чтобы вы знали когда посматривать на экран я знаю что вы вышиваете так что всем шустрых крестиков ровненьких у меня конечно крестики страдают ровностью некоторые ну ничего постираем пройдемся и ложечкой и всем на свете елена прокопенко научила ложечкой выравнивать крестики а я раньше ногатком выравнивала пойду пойду вот так по крестикам ну ложечкой конечно проще ну что друзья настраиваемся на нужный лад и отправляемся в средневековье тамерлан тайны вокруг тимура великолепного великолепный тимур после чингисхана александра македонского пожалуй самый выдающийся правитель евразии имя его до сих пор приводит в трепет еще при жизни вокруг облика и деяний тимура великолепного сплелся такой крепкий узел противоречий что разрубить его сегодня уже не представляется возможным даже в историю он вошел не под одним из своих имен тимур тамербек а под прозвищем которым наделили его враги из-за хромоты хромой тимур и с тех пор мы величаем непобедимого эмира оскорбительной кличкой тамерлан имя тимура было у всех на слуху с 1370 года когда он уже успел покорить области между реками кашкадаре из ровшан вскоре тамерлан уже владел огромной территории в состав его государства вошли районы река мударья сырдарья и черчик в результате похода на соседние страны тимура владел харизмом потрепал золотую орду государство малой азии индию и иран разгромив орду железный хромец вывел на первые роли столицу своего государства самарканд который стал важнейшим пунктом караванного пути из европы образовалась могущественная империя от арала до персидского залива от индии до армении до самой старости совершал тамерлан походы в одном из которых на китай и умер в 1405 году существуют самые различные версии о том что лежало в основе его стратегии в течение всей жизни тамерлан особенным образом относился к золотой орде почему же именно золотая орда была в центре интересов тимура и тут обнаруживается что фундаментом военного гения тимура являлась голая экономика никакой романтики исключительно практическая выгода точнее великий шелковый путь и подать из купцов которые им пользовались в описываемую нами эпоху основной поток товаров по этому пути пролегал севернее каспийского моря то есть контролировался государствами чингизидов но слишком ушлаком им был этот кусочек чтобы на него не покусились другие претенденты и самым яростным и последовательным из них был ревностный мусульманин и эмир самарканда тимур он понимал что даже победив и покорив степняков он не сможет контролировать северную ветвь великого шелкового пути следовательно надо было не только разбить чингизидом но и сделать торговый путь по северной ветви предельно опасным и рискованным для купцов а одновременно с этим следовало обеспечить полную безопасность и охрану караванов на южной ветви пути проходящий через иран и сирию однако вернемся немного назад и посмотрим кем же был человек сумевший создать столь могущественную империю тимур родился в 1336 году по некоторым данным 1333 в семье монгольских воинов из рода барлас которые поселились в окрестностях самарканда еще в 13 веке и давно уже приняли ислам так что вопреки широко распространенному заблуждению тимур не принадлежал к чингизидам хотя его слава порой не уступала славе чингисхана многочисленные биографы тимура ярко описавшие его походы и деяния оставили очень мало описаний его внешности причем многие из них противоречат представлению о принадлежности тимура к монгольскому племени барласов легенда его рождения гласит что волосы младенца были белы как снег это кстати не подтвердилось при исследовании останков а в руке была запекшаяся кровь так ибна рабшах плененные миром араб сообщает нам что тимур роста был высокого имел крупную голову высокий лоб был очень силен и храбр крепко сложен широкоплечь носил длинную бороду хромал на правую ногу говорил низким голосом рано посидел его кожа была белой самый же интересный портрет тамербека получился у антрополога герасимова который как известно смог реконструировать обликой мира по останкам извлеченным при раскопках мавзолея гуры мир в июне 1941 года герасимов научно подтвердил хромоту и сухорукость тамербека результаты своей работы ученый изложил в статье портрет тамерлана если внимательно вчитаться в выводы которые делает герасимов то выясняется что тимур напоминал европейца известный антрополог так и не поверил в полученные результаты он пытался иначе объяснить свое открытие ведь он прекрасно знал что тимур должен быть монголоидом но получил то он портрет европейца герасимов неустанно повторял перед нами монгол и вновь описывал внешность европейца обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку относительно высокого для монголо роста около 170 сантиметров однако значительное выступание корня носа и рельеф верхней части надбровья указывают что собственно монгольская складка века выражена относительно слабо волосы тимура толстые прямые седорыжего цвета с преобладанием темно-каштановых или рыжих оказывается тимур носил длинные усы они подстрижены на губы над губой как это было принято у правоверных последователей шариата небольшая густая борода тимура имела кленовидную форму волосы ее жесткие почти прямые толстые ярко-коричневого рыжего цвета со значительной проседью даже предварительное исследование волос бороды под бинокуляром убеждает в том что этот рыжекрасноватый цвет натуральный а не крашеный хной как описывали историки словом выводы поразительные Тимур был широко образованным и культурным человеком знал несколько языков в том числе тюркский и персидский но это был человек уже совсем другой мусульманской культуры в средней азии это уже не была культура степняков кочевников которую несли с собой воины чингисхана и его полководцы это была культура городов и оазисов довольно рано Тимуру пришлось покинуть семью и начать вести скитальческий образ жизни начал он с охраны караванов но довольно быстро благодаря своим воинским талантам Тимур выдвинулся среди гулямов наемных воинов и стал довольно удачливым военачальником эмиром он еще в молодости был ранен в ногу и получил прозвище Ленг но даже хромота Тимура только подчеркивает его величие ведь он был ранен в ногу когда отправился добывать пропитание своим нукером в Сейстане воинам нечего было есть и он решил похитить ночью баранов Тимур понимал что если человек хочет править то он должен жертвовать собой и заботиться о подвластных ему людях войско Тимура было первым профессиональным наемным войском контрактной армии оно состояло исключительно из таких же гулямов из среды которых вышел и он сам этому войску надо было платить и при том хорошо платить при соблюдении этого условия поддерживалась его исключительно высокая боеспособность в этом было основное отличие армии Тимура от войска Чингисхана и его последователей которая строилась по родовому признаку в 14 веке Средняя Азия представляла собой кипящий котел в котором все воевали против всех но в столкновениях преобладали все-таки антимонгольские мотивы монголы хоть и приняли ислам но не собирались прощать истребления своих соплеменников наиболее удачливым в войне с арбодарами оказался эмир Тимур он разгромил войска с арбодаров и захватил их в крепости затем Тимур починил себе всю фергану и сделал своей резиденцией город Кеш один успех следовал за другим несколько позднее он захватил Самарканд а затем и Хорезм и в 1369 году Тимур провозгласил себя эмиром государства созданного из захваченных им земель он стремился к своей главной цели установлению контроля над всем южным участком великого шелкового пути проходившего за территорией Китая заметим что к концу жизни этого ему станет мало и он пойдет войной на Китай но пока до полного контроля было еще далеко кроме того Тимур прекрасно понимал что на севере в Золотой Орде очень ревниво относятся к любой деятельности ставящей под контроль южный путь так как любой хозяин южного пути автоматически становился врагом всех степняков в первую очередь врагом Золотой Орды почему северный путь шел через степи и контролировался и охранялся чингизидами правителями Белой Золотой и Синей Орды а южный путь шел через цепочку городов и оазисов и человек контролирующий этот более короткий и легкий путь получал в свое распоряжение огромные средства в виде податей с караванов а купцам то что им бы лишь бы целыми невредимыми и с товаром добраться до конечной точки пути а там уж все свои издержки они возложат на покупателей дефицитных товаров в 1380 году после Куликовской битвы Мамай стал собирать новое войско но столкнулся с армией тактамыша отряды Мамая сразу же признали тактамыша законным ханом а Мамай бежал в Крым к своим союзникам генуэзцам но Мамай без войск был им уже не нужен и вскоре его зарезали а тактамыш встав во главе Улуса Джучи Улус это административная территориальная единица округ одним словом Джучи старший сын Чингисхана напомню тактамыш тактамыш встав во главе Улуса Джучи то есть объединив белую золотую и синюю орду что не могло бы произойти без помощи Тимура стал бороться за возвращение земель положенных потомкам Джучи еще по завещанию Чингисхана вся логика событий вела к столкновению тактамыша и Тимура к этому последнего толкали не только личные амбиции но и настроения его наенов и вождей которые всегда были вольными дружинниками хана и совсем не стремились быть слугами султана пусть и такого сланного как Тимур вот например Харемский оазис по завещанию Чингисхана он отходил к округу Джучи старшего сына но был захвачен Тимуром и в 1383 году Тахтамыш вторгся в Среднюю Азию и захватил вожделенные земли некоторое время ему даже удавалось контролировать эту территорию но впоследствии Тимур вернул себе Харемский оазис мы видим что первыми выступили ордынцы а Тимур сначала никаких активных действий против них не вел ему было достаточно перетянуть торговлю на южный путь что сразу же подрывало экономическое благосостояние Джучиева улуса вряд ли Тимур в таких условиях мог полагаться на верность своего ставленника однако повторим никаких активных действий против орды он пока не вел у него были более неотложные задачи в 1385 году Тахтамыш нанес новый удар по государству Тимура он прошел через Далияльское ущелье вышел в Азербайджан и захватил Тебрис то есть попытался вернуть те земли которые также должны были принадлежать округу Джучи старшему сыну Чингисхана тут Тимур вынужден был дать отпор взорвавшемуся ордынцу он одержал победу над войсками тактамыша и захватил множество пленных но не в интересах Тимура было сейчас обострять отношения с тактамышем и вступать с ним в решающую схватку чтобы отсрочить решающие столкновения Тимур приказал отпустить всех пленников и вернуть их в степи правда под конвоем но это не помогло тактамыш тактамыш рвался в бой в 1387 году он снова собрал довольно значительное войско прошел через казахские степи пустыню и ворвался в Среднюю Азию но здесь уже были готовы к удару с севера все города были хорошо укреплены снабжены достаточным количеством продовольствия в них стояли надежные и боеспособные гарнизоны тактамыш обошел Самарканд и Хаджент дошел до Термеза но не смог при этом взять ни одной крепости зато татары разграбили все встреченные на своем пути кишлаки Тимур в это время наводил порядок в Персии но получив известие о вторжении тактамыша быстро собрал свои лучшие части и двинулся форсированным маршем в Среднюю Азию тактамыш стал отступать но Ферган и Тимур настиг и здорово потрепал его войска после чего тактамыш с остатками своих отрядов скрылся в западной Сибири и на время затих но теперь уже Тимур решил добить врага на его территории он понимал что разбить тактамыша и ликвидировать угрозу своему любимому самарканду с севера можно только путем уничтожения могущества татар в их собственных владениях в первую очередь на Волге и Тимур стал готовиться к походу собрал сильное войско но как добраться с минимальными потерями ведь в жарких степях Средней Азии и Казахстана траву можно найти далеко не круглый год однако Тимур нашел выход он учел что трава прорастает сначала на юге в Средней Азии а затем область прорастания и цветения трав смещается на север и его войско пошло в поход буквально вслед за травой это было в 1391 году лошади питались свежей сучной травой войска запасали продовольствие и занимались облавной охотой Тахтамыш не ожидал такого удара но стал быстро собирать войска призвав на помощь своих союзников но союзники в этот раз подкачали в 1389 году умер великий князь Дмитрий Иванович и завещал великое княжение своему сыну Василию Тахтамыш подтвердил право Василия Дмитриевича на великое княжение и теперь ожидал помощи от него но в Москве еще помнили разорение 1382 года и не очень стремились помогать Василий Дмитриевич привел свои войска к Волге даже переправился на левый берег реки но не стал соединяться с Тахтамышем а Тимур тем временем стремительным броском вышел к Волге прижал войска Тахтамыша к реке и начал их уничтожать сам Тахтамыш успел переправиться на правый берег Волги но его армия погибла Василий Дмитриевич видя такой поворот дела ушел к низовья Камы и переправился на правый берег Волги Тимур же не стал ни переправляться через Волгу ни преследовать русских во-первых он считал Русь слишком бедной страной чтобы там было чем поживиться а во-вторых уже надвигалась осень и надо было выводить войска на зимовье Тимур двинулся назад тем же путем что и пришел весной запасы продовольствия были сделаны заранее и успешно привел домой большую часть своей армии некоторые из его военачальников имевших татарское происхождение попросили у Тимура разрешение остаться в родных степях и Тимур отпустил их это были Мурза и Дигей царевичи из Белой Орды Тимур поручил им навести порядок в Орде но вернувшись к своему народу эти военачальники забыли о присяге Тимура их теперь больше заботили национальные интересы которые как мы помним совсем не совпадали с интересами Тимура итак Тимур совершил победоносный поход на берега в Волге но решил ли он этим свою основную задачу по обеспечению безопасности Самарканда Бухары и других среднеазиатских городов от татарских вторжений ответ может быть только один нет потому что Тахтамыш был побежден но не был уничтожен и вскоре он стал вновь собирать силы для борьбы со своим злейшим врагом в 1395 году Тахтамыш вновь двинул свою армию против Тимура на этот раз он пошел на юг по западному берегу Каспийского моря разведка у Тимура была поставлена хорошо он вовремя узнал о выступлении Тахтамыша вышел навстречу ему через Дербенский проход и встретил врага на берегах Терека здесь произошло генеральное сражение отличавшееся особой жестокостью сам Тимур сражался в рядах своих воинов воодушевляя их личным примером хотя татары и проявили чудеса героизма и мужества но их ополчение не выдержало натиска регулярной армии Тимура они были разбиты а Тахтамыш бежал на север Тимур же решил преследовать недобитого врага он провел свою армию через прикаспийские стипи и вторгся с ней в самое сердце золотой орды в Волгодонское междуречье здесь главное сопротивление Тимуру оказал Бек Ярык Аглан который со своими отрядами успешно отражал атаки тимуровских гулямов Тимур направил против Бек Ярыка своего лучшего полководца эмира Османа Осман с энтузиазмом взялся за порученное ему дело и окружил войска татар на берегу Днепра Бек Ярыку удалось вырваться из окружения и уйти на восток на Русь так как на запад ему пути не было там лежали владения Литвы одного из злейших врагов татар уельца Осман достал Бек Ярыка и тому пришлось укрыться в городе Эмир Осман осадил город защищаемый русско-татарскими войсками но в конце концов город пал хотя самому Бек Ярык вместе со своим старшим сыном и частью войска удалось прорваться через ряды осаждавших и уйти дальше на Русь Тимур был поражен и восхищен мужеством и стойкостью татарского военачальника он приказал освободить захваченную в плен семью Бек Ярыка дал ей охрану и отправил вслед герою Весь о походах Тамерлана мгновенно докатилась до европейцев и Европу охватил ужас она ожидала вторжения среди азиатских орд под предводительством Великого Хромова Тимуру в 1402 году удалось разбить при Анкаре доселе непобедимую армию янычар и пленить султана Баязида первого молниеносного а ведь молниеносный считался непобедимым до этого он покорил Анатолию большую часть Балкан а после длительной блокады едва не захватил Константинополь именно он положил конец крестовым походам против мусульман разгромив армию крестоносцев под Никополом Болгария в 1396 году это поражение на долгие годы отбило желание европейцев бряцать оружием на востоке и этот великий осман был повержен и пленен Затем Тимур подошел к Смирне которую защищал гарнизон рыцарей ордена Ивана Иерусалимского турки османы осаждали крепость около 20 лет но так и не смогли ее взять Тимур же взял крепость штурмом всего за несколько дней здесь произошел эпизод который вошел в большинство книг о Тимуре когда на помощь осажденным рыцарем пришли корабли венецианцев и генуэзцев кстати очень редкий случай их совместных действий то Тимур приказал обстрелять эти корабли из катапульт головами казненных рыцарей и ионитов штандарт Тамирбеком поднялся над башнями крепости в бухте Золотой Рог император Константинополя и султан Египта поспешили признать власть Тимура и предложили выплачивать дань Английский король Генрих IV король Франции Карл VI поздравили Эмира с великой победой Король Испании Генрих III Кастильский послал к Тамирбеку своих послов которых возглавил доблестный рыцарь Руи Гонсалис де Клавиха все говорило о том что Европа готовится к худшему она ожидала вторжения Тамирбека но Тимур в очередной раз удивил всех его воины повернули своих боевых коней назад пока Тимур раздумывал о том следует ли ему пойти на Москву и Рязань или оставить их в качестве противостоящего золотой орде фактора в тылу у него поднялись черкесы осетины и татары со слабым тылом много не навоюешь и Тимур приказал войску поворачивать назад но чтобы прокормить войско ему пришлось через перекоп войти в Крым собрать там дань дать отдых своему войску и подкормить его со свежими силами Тимур прошел через выжженные черкесами степи к северу от Кубани разбил посолетних и загнал их в горы потом через Ербенский проход он вышел в Азербайджан и разрушил крепости и укрепления восставших в Закавказье и впредь Брусси наведя здесь порядок Тимур вернулся в свой любимый Самарканд Больше пути Тимура и Золотой Орды непосредственно уже не пересекались Тимур продолжал свои походы и в 1398 году вторгся в Северную Индию где разгромил и разорил Дилийский султанат Некоторые города были полностью разграблены и уничтожены Вскоре Тимур покинул покоренные территории захватив огромную добычу и большое количество пленников их выводили из ворот города несколько дней подряд после его ухода в окрестностях Дели вспыхнули сильные эпидемии и начался голод многочисленные историографы Тимура описали подробно его жизнь они собирали о нем любые сведения даже самые нелепые поэтому многие сохранившиеся свидетельства не просто противоречивы они подчас приводят в полное недоумение так средневековые биографы и мемуаристы отмечают феноменальную память Тимура его владения турецким и персидским языками говорят о том что он знал многочисленные истории из жизни великих завоевателей и героев и это помогло ему воодушевлять воинов перед битвой и вместе с тем же источники утверждают что Тамербек был неграмотным как же могло так случиться чтобы человек знавший несколько языков не умел читать обладая при этом феноменальной памятью зачем тогда он держал при себе личных чтецов если они не могли научить его читать как же он управлял своей великой империей руководил армию определял численность своих войск как мог неграмотный человек своими познаниями в истории привести в изумление величайшего из мусульманских историков Ибн Халдун знаменитую фразу невольника Тимура Ибн Рапшаха Тимур был дурак дураком не умел читать и писать по-арабски Европейцы оскопили отбросив слова по-арабски и твердят почти четыре столетия о том что Тимур был неграмотным деспотом хотя скорее можно предположить что он не умел читать и писать по-арабски там же о Рапшах добавляет он знал лучше остальных языки персидский турецкий и монгольский Труды Ибн Рапшаха вызывают некоторые сомнения хотя он и был талантливым деятелем средневековья служил секретарем у турецкого султана Мухаммед первого и занимался его перепиской его негативное отношение к Тимуру прослеживается во всех его книгах и это вероятно связано с личными мотивами неудивительно ведь Ибн Рапшах родился в 1388 году в Дамаске 12-летним мальчиком стал пленником Тимура и был увезен в Самарканд неприязнь к завоевателю у Рапшаха выражалась весьма прямолинейно с с легкой руки с того же арабшаха возникла легенда якобы боязида молниеносного после поражения его войска в битве при Анкаре Тимур держал в железной клетке как зверя легенда пошла от стихотворных строк сын Османа попал в селки охотника и был заключен как птица в клетку где под клеткой подразумевался всего лишь паланкин за решечным окном в нем и привезли боязида к Тимуру Самой же неоднозначной интерпретацией историков является попытка представить Тимура как беспощадное чудовище которое истребляет своих противников вырезая целые города если верить этой версии то получается что Тамербек не великий воин а зверь в образе человеческом широко известная история произошедшая в городе Балх в 1370 году Тимур захватил его эмиром Балха был некий гусейн который ранее вместе с Тимуром сражался против Сарбодара но потом если можно так выразиться отошел от активной политической жизни однако Балх лежал на великом шелковом пути и был нужен Тимуру Гусейн сдался при условии сохранения жизни и состояния для себя и членов своей семьи однако через некоторое время он передумал сбежал из города и спрятался в какой-то мечети Тимур возмутился и потребовал чтобы Гусейн явился к нему повиниться и получить его прощение этого не произошло тогда Тимур решил что Гусейн нарушил их договор велел схватить беглеца и казнить по-своему Тимур был прав ведь не он первый нарушил договор более кровавая история произошла в южном Иране следует заметить что он лежал в стороне от великого шелкового пути который был целью экономических устремлений Тимура и поэтому эти земли правитель совсем не стремился захватывать и контролировать он их просто грабил и разорял так было и здесь на юге Ирана правили музафариды а главными городами страны были Исфахан и Фарс в 1387 году Тимур взял Исфахан но пощадил его жителей и поставил в городе свой гарнизон однако неблагодарные изфаханцы не оценили великодушие Тимура восстали и перебили гарнизон оккупантов после такой неслыханной дерзости Тимур снова штурмом взял Исфахан и приказал его уничтожить по его приказу якобы было обезглавлено 70 тысяч мирных жителей а из голов убитых при помощи речной глины была сложена огромная пирамида далее история о пирамидах из человеческих голов просто тенью следует за Тимуром музафариды однако продолжали сопротивляться тогда Тимур подошел к Ширазу и начал штурм города в битве у сень Шираза султан хотел лично сразиться с Тимуром но был убит не добравшись до своего врага охрана у Тимура была поставлена что надо в 1389 году в Харасанском городе Тимур якобы приказал своим лоэнам закладывать битым кирпичом и известью брошенных канавы живых людей возводя таким образом стонущие стены и пирамиды в 1398 году во время похода в Индию когда Тимур подошел к Дели он якобы приказал острепить всех захваченных пленников мусульманские историки называют число казненных сто тысяч но они всегда любили круглые цифры и очень часто преувеличивали когда армия Тимура разбила войска султана на Сирудина и вошла в Дели там начался обычный для средневековья грабеж хронист Олеги Асудин писал как голодные волки бросаются на овец так обрушились кочевники на жителей столицы несколько дней и ночей не прекращались грабежи и насилие сделанные из головы индийцы в башне достигали огромной высоты до неба а тела их стали пищей для диких зверей и птиц мотивация таких зверств представленная хронистами мягко говоря сомнительно по одной из версий он боялся восстания пленников это Тимурта по другим источникам их было трудно довести в Среднюю Азию при этом не следует забывать что люди тогда были обыкновенной добычей которую можно было выгодно перепродать рабы это деньги кто же будет своими руками уничтожать свое имущество зачем Тимуру было резать мирных жителей если он всегда их мог продать идем дальше в 1401 году в один день при взятии Багдада было якобы убито 90 тысяч человек и из их голов сооружено чуть ли не 120 башен почему-то мы постоянно встречаемся с двумя популярными сюжетами во-первых навязчивая идея строительства пирамид из человеческих голов во-вторых арабский хронист называет армию Тимура кочевниками хотя как мы уже знаем это была наемная армия а сам Тимур опирался в первую очередь на города Средней Азии а отнюдь не на степи но такова уж стила стереотипов говорят что при взятии египетского города халеб Тимур обещал не пролить ни капли мусульманской крови свое обещание он так сказать сдержал все христиане были перерезаны а мусульмане заживо зарыты в землю о живодерстве Тимура историк Бартольд в энциклопедии Брагауза и Фрона пишет следующее в жестокостях Тимура кроме холодного расчета как у Чингисхана проявляется болезненно утонченное зверство что может быть следует объяснить физическими страданиями которые он переносил всю жизнь после раны полученной в Сейстане Бартольд не одинок многие исследователи говорят о том что жестокость Тимура можно объяснить участившимися болями в руке и ноге как видим Эмира представляют этаким психопатическим типом который ощутив боль в конечностях принимает решение вырезать сотни тысяч человек никто не спорит армия Тимура вела кровавую войну это было конечно очень жестоко но ведь и другая сторона не миндальничала вероломный жестокий враг побежден и должен быть наказан Тимур будучи мусульманином кроме того опирался на заветы ясы закона чингисхана и дух этих заветов занимал важное место в его сознании да и в сознании его соплеменников Тимур руководствовался жестоким законом но это был закон а что касается башен из голов и стен и стел то у нас до сих пор нет реальных доказательств тех зверств которые приписывают Тимуру археологи не нашли ни одного подтверждения и потом как можно принять на веру все сообщения о злодеяниях Тамербека если во время чудовищной варфеломиевской ночи 24 августа 1572 года католики в Париже беспощадно резали своих братьев по христианской вере но смогли уничтожить лишь 3 тысячи гугенотов а по всей Франции истребили тогда более 30 тысяч причем к этой операции католики готовились долго и тщательно Тимур же по заверениям некоторых историков спонтанно уничтожал сотни тысяч скорее всего пример искажения истории в случае с ужасным Тимуром еще раз доказывает как искусно это можно делать перекроить историю ведь ложь повторенная многократно и многими становится истиной истиной важно не то кто ты есть важно то что о тебе говорят другие о жестокости Тимура слагались легенды и они имели под собой вполне реальное основание но жесток и кровожаден Тимур был только во время военных действий современники и даже его враги отмечали что он был мудрым правителем и законодателем справедливым судьей а также покровителем наук и искусств в своем государстве но об этом люди хотят знать меньше кстати с Тимуром связана довольно широко известная история о великом поэте Хафизе у Хафиза есть такое стихотворение если эта прекрасная турчанка понесет в руках мое сердце за ее индийскую родинку я отдам Самарканд и Бухару Тимур прекрасно знал и помнил эти стихи когда его войска ворвались в город он сел на ковер в центре главной площади и велел привести к себе поэта Хафиза целым и невредимым представьте картину идет обычный грабеж насилуют женщин грабят дома и убивают уцелевших защитников города к великому полководцу подводят великого поэта одетого в простой и бедный халат намекая на приведенные выше стихи Тимур сказал Хафизу о несчастный я потратил всю свою жизнь для того чтобы украсить два своих самых любимых города Самарканд и Бухару а ты за родинку какой то шлюхи хочешь их отдать поэт не растерялся он широким жестом указал на свою изношенную одежду и бедную чалму о повелитель правоверных вот к чему привела меня моя щедрость Тимур оценил этот ответ расхохотался велел наградить поэта одеть в роскошный халат и отпустить на все четыре стороны Тимур оставил нам много загадок и мы не найдем на них ответа пока не разберемся в причинах его бесконечных военных походов большинство историков говорят об этих причинах слишком однозначно для них он типичный деспот мечтающий о господстве над миром но такой подход мало что может объяснить Тимур так и не смог стать полновластным правителем маверонахра маверонахра потому что он не имел права управлять этой землей он мог завоевать все кроме права быть легитимным правителем междуречья ему пришлось разделить свою власть с ханом из рода чагатая второго сына чингисхана закон установленный чингисханом гласил править может только чингизит поэтому Тимур довольствовался лишь званием великого эмира ханами же при нем считались потомки чингисхана во второй половине 14 века четыре улуса округа оставленных чингисханом потеряли единство улус чагатая средняя азия в свою очередь раздробился на магулистан и маверанахар земля между амударьей и сырдарьей ханы магулистана постоянно враждовали из-за спорных территорий с правителями самарканда и разоряли маверанахар и когда безродный он не был прямым потомком покорителя вселенной чингисхана тимур пришел к власти в самарканде сплотил соседние племена и дал жесткий отпор ханам магулистана наследники монгольской орды затрепетали они увидели в тимуре того кто может уничтожить установленный порядок передачи власти с этим нельзя было мириться тимур мог уничтожить самое главное закон и правители Евразии объявили это мирбеку войну стоит вспомнить что в международных отношениях средневековья понятия отец сын брат употреблялись повсеместно и были наделены следующим смыслом равный назывался братом зависимый сыном именно этими терминами тогдашние правители определяли свое место в системе международного права победитель всегда становился отцом и требовал чтобы в пределах подчинившейся территории его имя упоминалось в молитвах а монеты чеканились с его ликом эти условия были также обязательны как и уплата дани доблестный рыцарь Клавиха сообщает что Тимур постоянно называл своим сыном испанского короля возвеличивая тем самым себя он пытался показать другим послам что даже государь и далекой испании подчиняются его воле Тимур создал угрожающий прецедент он заставил сомневаться в правилах игры ханы золотой орды мамлюки египта султан багдада и турки османы были едины в своем стремлении угомонить безродного им казалось что они с легкостью восстановят престиж своей власти инициатором континентального союза против Тамербека выступил хан золотой орды Тахтамыш которого Тимур в свое время не выдал Урусхану правителю золотой орды Тахтамыш несколько лет провел при Тимуре и прекрасно был осведомлен об истинном величии и возможностях Тамербека после смерти урусхана Тимур помог прийти к власти в золотой орде Тахтамышу но тот очень быстро забыл об оказанной помощи мамлюки османы и Тахтамыш пытались координировать свои действия против Тимура постоянно шли переговоры между этими тремя великими державами того времени сформированный грозный континентальный военный блок должен был раздавить гордого Тимура поставить на место выскочку и показать всей Евразии что законы престола наследия останутся прежними не вышло Тамербек вовремя узнала грозящие ему опасности он умело вел переговоры со всеми вводя противников в заблуждение использовал все от подарков до угроз возможно именно по его приказу в 1398 году отравили несговорчивого повелителя Мамлюков Баркука перебившего послов Тимура все средства были хороши для Тамербека он стремился разбить всех своих противников поодиночке правда на это ушла вся его жизнь Тамербек был вынужден не покидать седла постоянно опасаться предательства ждать нападения которое могло произойти в любое время и в любом месте он потерял в битвах своих любимых сыновей и внуков по-другому было нельзя либо походы либо смерть и разорение Маверонахра так что причина его постоянных военных походов по всей видимости заключалась не только в желании подчинить себе все новые торговые пути и не в попытке прокормить огромную армию свобода и независимость подчиненной ему территории постоянная опасность нападения реально угроза уничтожения его страны мировой военной коалиции не признающей его легитимности вот что заставило тамербека окружить свои земли поясом вассальных государств придя к власти Тимур был вынужден мобилизовать все силы для отражения наскоков окружающих междуречий врагов междуречий не могло служить мощной экономической базой для создания многочистенного и хорошо вооруженного войска земли маверонахра были не так благоприятны для земледелия и скотоводства как земли соседей да и географическое положение не способствовало созданию мощного независимого государства отсутствие естественных преград для вторжения скудость ресурсов заставили Тимура искать другие решения для защиты своего государства размышляя над этой проблемой Тимур выработал три принципа которым следовал всю свою жизнь никогда не воевать на своей территории не уходить в оборону и стремительно атаковать упреждая возможный удар противника оставалось решить самую главную задачу сплотить армию и мобилизовать мирное население для сплочения армии Тимур обратился к опыту Чингисхана который в 1206 году провел военную и административную реформу Чингисхан не только сменил общекочевую кличку дзубу на гордое имя монгол он ввел новые постановления отныне ЕСА закон определяла жизнь орды народа и войска чтобы большая часть объединенного войска не взбунтовалась монгольских ветеранов в новом объединении было меньше десятой части Чингисхан отказался от родового принципа с тех пор все награды и продвижения по службе определялись согласно заслугам Тамербек вернулся к этому проверенному временем достоянию предков и в кратчайшие сроки сплотил подвластные ему разрозненные племена рассыпавшиеся великой монгольской империи эмиры и богатуры всех племен его орды были довольны у мужчины есть один путь война и есть один закон ясца Тимур не был бы Тимуром если бы не понимал у воина и простолюдина должны быть разные законы но все эти законы должны внушать страх человек должен ощущать трепет при мысли о нарушении предписаний в девятнадцатом веке английский философ и социолог гербер спенсер утверждал что обществом должны править два вида страха страх перед живыми осуществляет государство административный аппарат страх перед мертвыми религия церковь эти правила были понятны и тамир беку ислам помог тимуру подготовить своих подданных предстоящим сражениям законы шариата сплотили между речи они на протяжении всего правления великого эмира защищали тылы сплачивали людей заставляли их преданно служить ему шариатские суды принуждали подчиняться единым предписанием мирное население это позволило тамир беку мобилизовать скудные ресурсы мавера нахра иса чингисхана почиталась тимуром и его воинами выше законов шариата но он не мог противопоставлять армию и народ наметившееся единство нужно было укрепить для этого великому эмиру пришлось сменить родные для его воинов рогатые штандарты монголов на золотой полумесяц отныне войска тимура несли над собой штандарты золотым полумесяцем каждую победу тимур отмечал постройкой памятного сооружения для осуществления этих грандиозных предприятий ему нужны были ремесленники и строители его воины обязаны были находить в покоренных городах искусственных мастеров и доставлять невредимыми в лагерь для отправки в Маверонахар из всех покоренных земель в Самаркан доставлялись лучшие архитекторы каменщики резчики по камню пулотники и другие ремесленники одни были нужны для строительства другие для производства вооружения и доспехов поразившие его архитектурные красоты покоренных городов Тамербек старался воспроизвести при строительстве в Самарканде легенда гласит что перед тем как сжечь Дамаск Тимур приказал скопировать чертежи знаменитого купола мечети чтобы возвести подобным в Самарканде этот луковичный купол впоследствии стал украшать дворцы Махараджи Индии и церкви Руси Свои архитектурные ансамбли Тимур посвящал не только памятным событиям он стремился увековечить память о покинувших его любимых людях предание гласит что величественную мечеть комплекса Бибиханым Эмир воздвиг в качестве усыпальницы для своей любимой первой жены Алджайага благословенной принцессы потеряв любимого внука Тамербек решил в память о нем построить мавзолей Тур Эмир Ставший усыпальницей и его самого и многих его потомков Тимуридов По образу и подобию этого величественного сооружения была устроена усыпальница Наполеона Вся его империя была пронизана сетью великолепных дорог Вдоль них на незначительных расстояниях были возведены придорожные станции караван-сараи и сторожевые пункты в которых путешественники могли всегда заменить лошадей отдохнуть найти защиту Благодаря такой хорошо отлаженной транспортной системе власть Эмира достигла всех уголков империи Вести из любой провинции доставлялись гонцами в Самарканд в считанные дни В России точно такая же система ям-ямщиков и трактиров просуществовала много веков почти до 20 века только железнодорожный транспорт вытеснил проверенную веками транспортную систему Тамербека В канцелярию Тимура стекалась информация от всех наместников которые были обязаны присылать отчеты о проделанной работе Тайные агенты постоянно сообщали о реальном положении вещей что позволяло контролировать деятельность администрации причем сеть осведомителей была хорошо развита не только в его империи но и за ее пределами агенты сообщали о продвижении врагов и их материальном обеспечении а также занимались распространением слухов для воздействия на общественное осознание противника так сказать агенты влияния еще одно изобретение Тимура все эти меры позволяли Тамербеку руководить обширными территориями постоянно находясь в военных походах отлаженная система связи держала его в курсе всех событий империи даже сидя в седле он мог снимать с должности одних наместников и назначать других разрешать споры распоряжаться казной купцы облагались незначительной пошлиной и дорожным налогом получая взамен безопасность и проводников что способствовало быстрому развитию торговли власть Тимура была благом для торговцев они могли пять месяцев в году под его надежной защитой водить свои караваны купцы наладили прочные связи между Индией Китаем Европой и Россией его воинам было запрещено брать мзду смирного населения свое жалование они получали из армейской кассы землетельцы взимался налог после уборки урожая и зависел он от плодородности земель налоговое бремя не превышало трети всей продукции впечатляют успехи Тимура в борьбе с преступностью городские власти и дорожная стража вели непримиримую борьбу с ворами так как украденное им приходилось возмещать из собственного кармана присоединяя новые территории Тамербек ослаблял налоговое бремя от этого империя Тимура только выигрывала так как ослабление экономического гнета это приводило к экономическому росту что в свою очередь через некоторое время позволяло собирать больше налогов Тимур был искуснейшим стратегом все его великие противники были им обмануты к своим походам он готовился заранее разведчики как уже упоминалось собирали сведения противники агенты влияния обеспечивали информационное прикрытие готовясь к очередному походу Тимур не раскрывал своих реальных планов выступив в одном направлении великий эмер в последний момент менял планы поворачивал и наносил удар там где его никто не ждал и безусловно рассказ о загадках вокруг Тимура был бы не полным без легенды о проклятии его могилы надпись на надгробе гласила всякий кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей будет подвергнут страданиям и погибнет эта надгробная плита из темно-зеленого нефрита была установлена на могиле Тамерлана во время правления улукбека до этого камень служил местом поклонения во дворце китайских императоров был троном потомка Чингисхана рядом с могилой Тимура расположены мраморные надгробия его сыновей и его внуков здесь же похоронен духовный наставник Тамерлана в 1740 году персидский военачальник Надир Шах украл этот камень он раскололся на две части и надир Шаха стали преследовать неудачи советники уговорили военачальника немедленно вернуть камень на его законное место туристу приехавшему в мавзолей горы мир в Самарканде где похоронен великий Тимур обязательно расскажут легенду о том как по приказу Сталина захоронение было вскрыто в 1941 году советские археологи вскрыли могилы Тимура потревожив тем самым камень и его родственников а на следующий день началась Великая Отечественная война Совсем еще недавнее время было принято клеймить Тимура посетители мавзолея Турымир обязательно рассказывали о чудовищной жестокости великого завоевателя о страданиях поверженных им народов а сегодня Тамербек персонифицирована национальная идея Узбекистана он везде ему воздвигают памятники он смотрит с денежных купюр историческая наука только и занимается им и его потомками тимуридами его имя венчает высшие государственные награды 26 апреля 1996 года был принят закон об учреждении ордена эмира Тимура школьники изучают его жизнь и деяния приезжающим в Узбекистан иностранцам кажется что кроме Тимура и его потомков здесь никто раньше не жил а началась канонизация Тимура с весьма примечательного события во времена СССР в центре Ташкента стоял бюст Карла Маркса выполнен из красного мрамора в начале 1995 года статую теоретика коммунизма снесли а на ее месте воздвигли памятник великому Тимуру вот так друзья а на сегодня все пишите комментарии мне очень интересно ваше мнение ставьте лайки я желаю всем мира здоровья и всяческого благополучия а на сегодня все пока пока субтитры